Окинава бунтует против американского оружия. Отчаявшись ждать поддержки от Токио, жители Японского острова потребовали скорейшего закрытия авиабазы ВВС США. Массовая акция протеста собрала более 35 тысяч человек. Эксклюзивные кадры в репортаже Сергея Менгажева. Белоснежный песчаный пляж разделен забором с колючей проволокой. Надпись на табличке «Объект американских ВМС». Несанкционированное вторжение карается законом. Таких запретных зон на Окинаве много, причем не только на суше, но и на море. На катере направляемся к одной из них. Мы сейчас проплываем напротив американской базы Кэмп Шваб. Здесь они присмотрели для себя 160 гектаров морской поверхности для строительства вертолетной площадки. В этом месте обитают редкие морские животные и находятся уникальные коралловые рифы. Если протесты местных жителей не достигнут своего результата, то все это будет уничтожено. Планы строительства вертолета-дрома Вашингтон согласовал с центральными властями в Токио, но сочувствия среди местных жителей они не нашли. Строить базу здесь категорически нельзя. Это будет означать разрушение природы, нарушение экосистемы. Несмотря на это, акваторию уже обнесли дорожками из пластиковых буйов. Пересекать их запрещено и приступили к работам по обследованию морского дна. Мамору Тогаси – один из активистов, который держит этот район под пристальным наблюдением. Вот это непосредственно территория предполагаемого вертолета-дрома. Здесь собираются построить две взлетные полосы. А в этом месте японское правительство об этом молчит, но нам удалось выяснить. Здесь предполагают строить причал для военных судов. Без малого 20% острова – это фактически американская территория. Почти три четверти площади всех объектов Пентагона в Японии сосредоточены именно на Окинаве. Заборы с колючей проволокой примыкают к жилым кварталам. Мы живем в этом доме, а американская база прямо вот через дорогу. Больше всего нас беспокоят вертолетные учения. Шум стоит страшный. Обычно это происходит, когда детям нужно ложиться спать. Это база Футемма. Как раз ее и собираются перенести на вертолетную площадку на место коралловых рифов. Но требования местных жителей – не перенос, а вывод частей США за пределы острова. Центральный Окинавский стадион в городе Наха – это самая масштабная акция протеста против американского военного присутствия в этом году. Десятки тысяч людей пришли сюда, чтобы выразить свое отношение по поводу планов перегруппировки американских войск. Возмущение местных жителей называет не только политика Вашингтона, которую здесь называют оккупационной, но и правительство Синзуаба, которое затеял пересмотр антивоенной статьи Конституции и укрепляет военный альянс с Соединенными Штатами. Как раз на прошлой неделе правительство Абе внесло на рассмотрение парламента проект законов о том, чтобы Япония могла обеспечивать логистическую поддержку вооруженным силам США в любой точке земного шара. Политика Абе чрезвычайно опасна. Он слепо следует за Соединенными Штатами. А это прямой путь к тому, что Япония может ввязаться в войну. Скандируя «нет новым базам» и «мы не уступим», окинавцы на этом митинге отметили еще и историческую дату. Официально считается, что послевоенная американская оккупация на острове завершилась 43 года назад, в мае 72-го. Но многие здесь считают, что на деле она продолжается до сих пор. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести. Окинава. Япония.